Всем привет, это надзор.юа, меня зовут Павла, и сегодня мы хотим поговорить о удобстве и универсальности. И именно с этими понятиями у меня ассоциируется Wi-Fi камера Esvis C2C. Очень аккуратная, очень простая и понятная в использовании, и что важно, очень доступная, потому что ее можно легко отнести к бюджетному варианту, ее цена не превышает 50 долларов. Кстати, для тех, кто любит необычное, обратите внимание на ее каплевидную форму. Она очень подкупает, такое ощущение, что за вашей территорией следит капитошка. В общем, есть о чем поговорить, что это за камера, для чего, как она работает и что в ней вообще хорошего. В базовой комплектации C2C у нас есть цветная инструкция, сертификат качества продукции, блок питания, USB кабель, 3 метра, кстати, и монтажная металлическая пластина с кусочком двухстороннего скотча, чтобы, если нет возможности и желания сверлить, мы можем все равно камеру закрепить. Ну, как бы сама камера с магнитной ножкой, что дает нам возможность очень быстро и легко прицепить в любом направлении камеру магнитной пластины. На передней части камеры находится объектив, инфракрасная подсветка, индикатор работы, микрофон. На задней части у нас есть динамик, слот для карты памяти, кнопка сброса до заводских настроек, разъем для подключения питания, подвижная ножка магнитная и QR-код для подключения к приложению Esvis. Хоть она и относится к бюджетной, но по функционалу не уступает более дорогим вариантам. Это внутренняя, беспроводная, Wi-Fi на 2,4 ГГц камера, снимает она на 2 Мп в Full HD качестве, и у нее достаточно широкие углы обзора, 91 градус по горизонтали, 50 по вертикали и 108 по диагонали. В ней последний кодек сжатия H265, а это не так часто встречается в бюджетных вариантах. Также у нее есть двухстороннее аудио и ночная съемка до 10 метров. Инфракрасная подсветка, кстати, имеет 13 светодиодов, поэтому ночная картинка хорошая, без особой потери качества. Уже вполне неплохо, я считаю, но, кроме всего прочего, у нее есть возможность писать на карту памяти на 256 ГБ, а также при обнаружении движения присылать вам пуш-уведомления. Насколько они мгновенны, мы сегодня и посмотрим. Думаю, важно еще сказать о подвижности, потому что кроме магнитного крепления, сама ножка очень подвижна, и камеру можно зафиксировать и направить куда нам нужно, а не как получается. Потому что, как показывает практика, часто именно из-за архаичности крепления получаются слепые зоны. Чтобы управлять камерой, для начала ее нужно подключить, во-первых, к питанию, то, что мы и сделали, и к мобильному бесплатному приложению S-Vis. Там нужно просто нажать на среднюю круглую кнопку, добавить устройство, а именно камеру, просканировать ее QR-код на креплении. И спрашивает, подключена ли у нас камера к питанию. Нажимаем значок «Да». Так, спрашивает, мигает ли у нас синий индикатор. Мигает. Подключаем к сети Wi-Fi. Ну и по сути все. Приложение начинает подтягивать камеру. Так, выполняется конфигурация с сетью Wi-Fi. Камера нам в этом уже сообщает. Welcome, говорит нам камера, и мы уже сразу же видим live-видео. Когда мы нажимаем на видео, у нас сразу же идет прямая трансляция. Вот уже даже включается двухстороннее аудио сразу же. На главном экране у нас все понятно. Мы можем пересматривать видеоархивы с карты памяти за время и за дату, которую нам нужно. Также мы можем делать фото и видеофиксацию, которые сохранятся у нас в галерее. И в будущем мы можем там делиться, допустим, этими файлами с кем-то. Опять-таки, можем включать двухстороннюю аудиосвязь. И можем выбрать разрешение видео в зависимости от качества интернета, чтобы картинка была более четкой, плавной, насыщенной. Все зависит, опять-таки, от качества интернета. В правом верхнем углу у нас есть кнопка настроек. Тут мы можем включать или выключать наше аудио, то есть двухстороннюю аудиосвязь. Мы можем регулировать и включать, выключать ночной режим. Можем, опять-таки, регулировать пуш-уведомления. Как видите, у нас уже приходят мгновенные пуш-уведомления, они работают реально быстро. Так, что мы можем... Вот, опять пришло уведомление обо мне же. Мы можем тут делать расписание уведомлений, график оповещений, в зависимости от того, если вы пришли с работы и не хотите, чтобы ничего вас снимало, вы можете приостановить. Или в какую-то дату конкретную, в какие-то дни выбирать, чтобы камера фиксировала, записывала видео. Так, мы можем выбрать также область обнаружения движения, если вам нужно конкретно какой-то участок комнаты или пространство. Также мы можем выбрать чувствительность регистрации движения, насколько камера чувствительна к движущимся объектам. И в самом низу мы можем выбрать даже режим звукового оповещения. Либо он будет мягкий, такой точечный сигнал о том, что зафиксировано движение, или же наоборот мы можем выбрать интенсивный сигнал, то есть прям сирену. Если будет обнаружено движение, сирена резко включится и оповестит нас пуш-уведомлениями, естественно. Также, что мы можем еще делать? Можем менять сеть Wi-Fi, включать режим сна, режимы ожидания, когда запись прекращается. Можем также включать офлайн-уведомления, можем почитать еще информацию об устройстве, можем поменять ее имя, например, комната или гостиная, в зависимости от того, где камера у нас будет стоять. То есть все понятно. Действительно, в этом приложении может разобраться каждый. Оно абсолютно потребительское, простое. Даже если вы никогда ничем не пользовались это ваше первое приложение и управление камерой, все будет понятно. Ну и картинка, кстати, неплохая. Она 2 мегапикселя. Она плавная, она четкая. Камера суперцветная. А, кстати, тут можно в этом приложении еще и регулировать насыщенность картинки, делать ее более ярче или более мягче. Ну, в любом случае, вы во всем разберетесь. Эта камера именно личный помощник, такой портативный третий глаз. Без усложнений, без лишних наворотов, которыми вы никогда не будете пользоваться. Камера для обычных людей, которые могут сами ее купить, легко установить, настроить, чтобы наблюдать за своей квартирой, домом, детьми, животными, офисом или сотрудниками. Ну, то есть за любыми помещениями. Если вам не нужно к ней ничего доподключать, или вы не планируете вешать ее на улице под дождем, или бить о стену, это прекрасный вариант. Ну и стоит помнить, что Эзвиз это суббренд имитой компании Хиквижн. Поэтому в адекватной и качественной работе сомневаться нет никаких причин. Ну, это, пожалуй, и все, что я сегодня хотела вам рассказать. Комментируйте, задавайте вопросы, оставляйте свои лайки. Если зашли впервые, жмите на колокольчики, подписывайтесь на наш канал. Давайте дружить! За покупками можете обращаться в наш надзор ЮА, потому что мы не кто-нибудь, а официальные партнеры Эзвиз и Хиквижна в Украине. Спасибо, что были с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok